так итак всем привет на канале манас повечено и с вами я Дмитрий Варченко и сегодня я расскажу вам что такое смудж и как его сделать сначала начнем с маленького пересловия смудж вот я делал недавно работу по смуджу вот задний фон это создается практически руками и используя инструмент инструмента палец то есть разговаривать вот эти три варианта все изменилось с помощью энергиента со всеми месте и так же я скинул ПСД чтобы видели как это все идея сделала и как оно там все лежит вот теперь я расскажу материалы здесь лучшее что такое рендеры то есть это вырезание персонажей хорошо вырезанные персонажи на прозрачном фоне то есть например вот наш не помню как его зовут но вот смаффи 2 он просто был вставлен то есть не пыловался просто вставлен тут есть много а вот вот кризиса и так далее тут много фокс далее гитара и гитара сандрес потом текстуре то есть еще раз вот наш 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 текстур подобрал ну хорошо подают текстуры для для смуджа вот это как мне кажется и вот это будет хорошо это будет такой смуд более темнее это будет яркий дальше это такие темные это яркие получаются такие смужи но это подпирать нужно попробовать как раз понять как это все делается и приступать к работе накидывать прикидывать какой смуж с какого фона что получится и так далее и вот эти еще ну я так думаю давайте попробуем с этого вот еще попустил вот и и и и и и и и и друзья ну так как и думаю мы по и так так еще наш сначала файл создать пиксели ширина 400 200 с т 3 в 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 зажимаем shift и закрыть берем то есть будет зависимым без кнопки shift просто будет растягиваться так как мы зажали shift куда хоть мышку не двигай но она будет расширяться по всем размерам то есть картинка не искажается и не растягивается получается такой как она есть вот как-то так натянули чуть-чуть наш рынок зажимаем так нажимаем правой кнопкой мыши на наш слой и нажимаем растяживать слой так что растягиваем теперь теперь все готово это в стопе скрыть так он скрывается то есть так нажимаем на капельку права и выбираем инструмент палец вот выбираем если у вас фотошоп ps6 вот такая круглая изогнутые кистики если у вас фотошоп предыдущий кисть нужно будет зайти в свой бренд обычный кисти зайти в свойство кисти выбираем динамика формы цена где-то 83% рассеивания в общем настроить как я вот примерно что должно быть так так желательно пользоваться фотошопом шестой версии потому что он и удобнее и лучше это не так так и просто где на на предмет инструмент правоугольная область выделяем с шаг выделиться потому что на следующем слове то есть выделиться только это область без рендера так нажимаем что так трансформировать нажимаем слоя контроль т контроль плюс т закрываем так дверь выбираем опять наш палец а стоп палец нажимаем зажимаем контроль выделяем эти слои и управлять мышью и объединить слои в один в еще и и и и и и и и вот готово теперь посмотрим я не сильно скучилась такой мы как начинаем теперь берем тоже самое пальцы ну это и так вырисовываем это больше фантазии и чем больше обработки фэнтайзи и так дальше вас получится шедевр сам учился с мужем по иностранным урокам потому что в интернете тубе не нашел нормальный уроков смуджа на русском языке решил что вам уже было проще это сделать вам урок смуджа это наверное будет а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, этот сонарик нам мешает. Так что мы делаем жатей кисти поменьше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 так это очень очень много чего растеряем наш рендер любой объект выбираем такая ошибка и все автоматически разрывается и аккуратненько и аккуратненько а 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 экспозиция а 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 мы можем этот слой под все наши имплекции и так далее Сохраняем его, сохраняем его, выбираем формат JPEG. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...